Из-за недобросовестных подрядчиков срываются сроки сдачи ряда социальных объектов. На одних работы ведутся ни шатка, ни валка, другие и вовсе приостановлены. Заместитель Акимобласти Балжан Шаменова лично проинспектировала такие объекты. В микрорайоне Байтирих ждут ввода в строй новой школы на 600 мест. Однако сегодня строительные работы приостановлены. По словам подрядчика, не хватает рабочей силы. Мы просили помочь Бахтодпасе подыскать работников. Для окончания объекта нам необходимо 254 человека. Мне трудно найти сантехников, укладчиков, электриков. Но по словам подрядчика, большинство направленных на работу центром занятости уходят за бой и прогуливают, что подтвердилось и в ходе проверки. Такие работники выведены центром из базы данных. Однако и подрядчик не выполняет своих обязательств перед добросовестными работниками. Не обеспечивает работы, не своевременно выплачивает зарплату. Строительство школы началось в прошлом году. А в этом году работа еще не началась. Также есть задолженности по зарплате. Сейчас они говорят, что потихоньку расплачиваются по долгам. Подрядная организация обещала немедленно приступить к работе. Заместитель Акимобласти предупредила, что в случае неисполнения обязательств разговор будет другой. Следующий объект подстанции – Залинейная и Комсомол. На их модернизацию было выделено по 602 миллиона тенге. Но работа стоит. В настоящее время подрядчикам не начаты работы. Никаких проблем нет. Через центр занятости привлечены работники. Но работа так и не началась. Подрядчик ничего не объясняет. Уже прошло полтора месяца. Будет проработан вопрос о передаче в суд. Оборудование изготавливается в течение трех месяцев. Сейчас приступить к работе, получается, не можем, потому что оборудование не пришло. Чтобы что-то начать делать, должно быть оборудование. У нас политика такая. Каждый объект – свои деньги. Аванс поступил на этот объект. Мы на него только начинаем тогда заказывать. Потому что бывало такое, что и обжигались. Вроде бы, как бы, все, да, это наш объект. А потом, получается, хоп, и мы его не выиграли, а оборудование начали уже закупать. Ну, будем что-то планировать. Я не знаю, если надо рабочих через Центр занятости вывести. Мы будем территорию убирать, размечать, геодезию разбивать. В Казалинском районе в рамках дорожной карты занятости начато строительство школы на 250 мест. Через Центр занятости привлечены к работам 30 человек. В дальнейшем планируется увеличить их число. Заместитель Акимобласти поручил одержать на контроле качество строительства и своевременную выплату заработной платы. Балжан Шаменова также ознакомилась с ходом строительства поликлиника на 250 мест и в новом спортзале при школе-гимназии номер 226 поселке Атикиби.